Друзья, привет! С вами интернет-магазин Invicta.com.ua И в этом обзоре будем знакомиться с часами Invicta из коллекции ProDiver. Это хамаш на часы Rolex, женская модель. И я вам скажу, чем больше я знакомлюсь с этими часами, тем больше они мне нравятся. Модель приехала в такой обновленной коробочке Invicta, высокого в кавычках качества. Эта коробка пойдет на утилизацию. У Invicta действительно с этим есть проблемы, хотя скорее не у Invicta, а с этим есть проблемы у меня, потому что я не могу своим покупателям отправлять такие коробки. Я их просто выкидываю. Они мнутся часто вот здесь по бокам. С другой стороны, если, конечно, смотреть на этот вопрос в глобальных масштабах, то, учитывая то качество, которое Invicta дает за ту цену, за которую она продает свои часы, наверное, все-таки она имеет право хоть на чем-то экономить. И пусть это лучше будут коробки, чем сами часы. В общем-то, что меня сразу удивило в этих часах, это вот этот супер пластичный браслет из нержавеющей стали. Я впервые сталкиваюсь, чтобы так ходунком ходил. Браслет очень пластичный и очень интересный от этого ощущения. Моделька сама небольшая. Здесь корпус и браслет сделаны из нержавеющей стали. Позолота 18 карат. В некоторых местах она зеркальная, в некоторых сатинированная. Места вот здесь трения браслета с корпусом. Напыление уже немножко успело подгулять. С этой стороны можно видеть. И, скорее всего, на стыке оно здесь и дальше будет стираться. Давайте я вам покажу размеры этой модели. По безелю 34 мм. Посадочная область у нас 43 мм. Толщина 14 мм практически. Вес 86 грамм. Часы не тяжелые. Безель черного цвета сделан из алюминия. Причем, несмотря на то, что модель конкретно бюджетная, мне настолько безель понравился. Послушайте, такие четкие щелчки. И никакого люфта. Не на всех, на самом деле, топовых моделях Invicta. Вот. Можно услышать настолько четкие щелчки. Причем, многие модели, те же резервки вином топовые, у них безеля часто люфтят. Здесь же все очень хорошо. Безель нужен для фиксации интервала времени под водой. В общем-то, это не дайверская модель. Здесь водозащита 100 метров. Кнопка не завинчивается. Просто можно купаться в этих часах. Но, тем не менее, безель тут скорее несет больше декоративный смысл. Просто визуально красиво смотрится. На вот этой метке, на стрелках и метках, специальный состав Tritnet. Он накапливает энергию, светится в темноте. Давайте посмотрим. Стрелки все в духе Rolexа. Я внимательно рассматривал элементы на циферблате. В общем-то, сделаны, опять же, очень аккуратно. Увеличительное стеклышко на дате. Здесь по функционалу минимализм. Установлен японский механизм Seiko. Калибр PC-32. Застежка раскладная с фиксатором. Такая маленькая, аккуратная. Мне нравится. Вот так она выглядит с внутренней стороны. На задней крышке часов здесь выписаны некоторые характеристики. Давайте отделку с внутренней стороны посмотрим. Неплохая отделка. Далеко не идеальная. Но, опять же, учитывая цену этих часов, здесь действительно все хорошо. Сбоку корпуса. Так, это я уже успел немножко подзалапать. Invicta гравировка. В общем-то, по функционалу вроде бы все рассказал. Забыл за стекло сказать. Здесь установлено обычное минеральное стекло. В общем-то, могу подводить итоги. Я скажу, что за те деньги, за которые эти часы продаются, это просто шикарный вариант. И, ну, я честно подарил бы эти часы своей маме, например. Или девушке. Вот они мне прям нравятся. Вот действительно классный хамаш. И здесь есть какие-то недостатки. В плане, вот здесь уже постиралось напыление. Оно может где-то еще в трущихся местах браслета сотрется. Но, в целом, часы вот вызывают ощущение, ну, очень положительное. Классная модель. Мне очень нравится. И я вам ее рекомендую либо себе, если вы девушка, либо на подарок своей девушке. И действительно будет отменный подарок в виде вот этой модели. На этом заканчиваю обзор. Надеюсь, он был полезным, понравился. Подписывайтесь на канал. Всем хорошего дня, друзья. Пока.